В течение ночи по всем направлениям линии фронта продолжались боевые действия. Наиболее интенсивные бои шли на северном и северо-восточном участках. Все попытки противника улучшить тактическую инициативу в свою пользу провалились. Противник понес серьезные потери в вооружении, военной технике и человеческих ресурсах. Используя рагетно-артиллерийские системы, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, противник нацелился также на мирное население. В небе над Степанагертом сбиты два азербайджанских беспилотника. На данный момент боевые действия продолжаются по всем направлениям. На армяно-азербайджанской границе после вчерашних обстрелов в Орданице и близлежащих сел сегодня серьезных инцидентов не зафиксировано. В Баку же, находящемся в сотнях километров от фронта, а также во всех крупных городах Азербайджана, введен комендантский час. Коррумпированный режим Алиева пытается силой предотвратить проявление массового недовольства и скрыть информацию о провалах своей армии. Введены ограничения на пользование интернетом. Между тем, пресс-секретарь президента Карабаха Багрампо Гусян не исключил, что если Азербайджан продолжит свои агрессивные действия, то армия обороны не удовлетворится восстановлением конфигурации расположения сил сторон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы на Гамыне не обсуждали возможное военное вмешательство в Карабахский конфликт. Об этом Пашинян заявил в беседе с российскими журналистами, находящимися в Ереване. Мы не обсуждали с президентом Путиным возможное военное вмешательство России в Карабахский конфликт. Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты, отметил он. Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистом председатель Совбеза в сентябре постпред Нигера при ООН Абду Абари по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций. Члены Совбеза ООН поддерживают обращенных сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам, сказал Абари.